Попахивает абьюзом, опять все женщины во всем виноваты, лучше бы вы мужиков учили, лучше бы вы это, лучше бы, господи, я вот это читаю, я понимаю, что, представляете, это мне, просто психологу пишут такие комментарии. Вы можете себе представить, вот такие женщины общаются с мужчинами, и они от них потом бегут, есть женщины, от которых нужно бежать, от них нужно сматываться на любом общественном транспорте, либо на личном, да хоть на дельтаплане с девятого этажа прыгнуть, куда угодно, но жопу только рядом с ней не быть, потому что я часто говорю про то, что есть мужчины, категории мужчин, с которыми нельзя строить отношения, ни в коем случае. И я сейчас не буду повторяться, да, там и алкоголики, и абьюзеры, и лентяи, и маминьки, и сыночки, но есть и женщины, которые женщины только по своему биологическому какому-то признаку, но с ними невозможно быть мужчиной, они просто вынуждают этого человека либо спиться, либо сколоться, либо сбежать от нее. И она будет всю жизнь такой, она даже выводы не будет делать, ее будут бросать, с ней не будут жить, на ней не захотят жениться, и она все время будет думать, что все вокруг дерьмо, а она одна хорошая. Вот сегодня о таких женщинах поговорим. Итак, как женщина убивает в своем мужчине мужчину? Прежде чем я раскрою эту тему подробнее, дорогие мои девушки, хватит рассуждать о счастье, хватит думать о том, что оно постучится к вам в дверь случайным образом и скажет, здравствуйте, я ваша зрелая сексуальность, примите меня. Ой, здравствуйте, я счет банковский, ой, я здоровая самооценка к вам сама пришла, а я достойный мужчин Григорий, пустите меня. Нет. Для того, чтобы человек стал счастливым, он должен стать осознанным. Во-первых, он должен понимать себя, идентифицировать свои желания, чувства, эмоции, потребности, ценности. Это очень классное состояние. И к большому сожалению, многие девушки понятия не имеют, что это. И я вас в этом не обвиняю. Я понимаю, там, воспитательный процесс, родительская педагогика, процессы научения, генетика, все может быть. Но мы живем в 21 веке, где источники информации дают возможность любому заинтересованному человеку получить ее в максимальном объеме. Пройдите мою программу «Я такая одна, удобная или уникальная». Это бесплатный диагностический курс. За шесть дней вы поймете, кто вы, куда идти, что с вашей самооценкой, сексуальностью, какие у вас блоки, установки, паттерны. Почему у вас проявлены финансовые блоки и многие-многие другие вопросы. Все это я раскрываю за шесть дней. Никуда ходить не нужно. Включили телефон, компьютер, ноутбук, сам себе макбук, планшет какой-то. Все. Пожалуйста, смотрим. Шесть дней. И ваша жизнь разворачивается на 180 градусов. У вас появляются выборы понимания, как вам быть. Под этим видео есть ссылочка на регистрацию. Переходите сразу после просмотра и регистрируйтесь. Итак, женщина хочет встретить мужчину. Я часто задаю девушкам вопрос, какого мужчину вы хотите встретить? И вот она сидит, вся такая поправилась здесь все и начинает рассуждать. Я хочу, чтобы он был сильный, нормальное желание, мужественный, ответственный, смелый. Чтобы я чувствовала себя за ним, как за каменной спиной. Чтобы он зарабатывать мог. Пусть там не миллионер, но чтобы мог зарабатывать. Чтобы любил детей. Обязательно, чтобы с чувством юмора. Я так поржать люблю. И чтобы он еще был романтичный. Я так люблю романтику. Красивые свечи, розы везде лизают, лепестки. Главное, чтобы не шипы. И вот она начинает перечислять качества, которые в принципе многим мужчинам не присущи. Вот весь этот набор, лего, он как бы не встраивается в мужчину. Там может быть что-то выборочно, но все, что перечислено, вряд ли в одном мужчине может уместиться. Вот она его встречает. Смотрит со стороны. Человек действительно потрясающий. Возможно, симпатичен, красив, брутален. Не знаю, как в мужчине оценивать его привлекательность. Я считаю, что это вообще вторично для мужчины, его внешние данные. Но, допустим, вот она встретила такого, как хотела. Такой статный, весь из себя. Деньги зарабатывает. Честный, порядочный, ответственный, сильный. В восторге. Что происходит в этот момент? Если женщина вошла в отношения с этим вот таким мужчиной, которого она себе нарисовала, она его и встретила. Если она в отношения с ним вошла в незрелой позиции, в незрелом состоянии. То есть, там у нее детские травмы, у нее, возможно, какие-то установки ролевые, паттерны негативного мышления. У нее масса проблематики, с которой нужно пойти в кабинет к психотерапевту и там поработать. Нет. Она с этой массой проблем вошла с ним в отношения. В ней начинает пробуждаться ревность. Она начинает воспринимать конкуренцию. Да, то есть, она считает, что ее мужчина может быть интересен другим женщинам. Что они на такую прелесть и красоту могут заглядеться. А бабы, они коварные, думает она. Еще уведут у меня из-под носа. И многие женщины что начинают делать? Они в этих отношениях с мужчиной бессознательно начинают обесценивать его. И показывать ему, что он какой-то не такой. В конечном итоге, когда вот эта вся влюбленность, период конфетно-букетно-минетный заканчивается, начинается что? Самое интересное. Оказывается, он бессовестный. Он причиной ее несчастливой жизни. Он хреновый муж. Он хреновый добытчик. Он хреновый хозяин. Он хреновый папа. Он вообще во всем хреновый. А знаете, почему так происходит? Женщине так проще стабилизировать свою психику. Это очень глубоко, с одной стороны, если уходить прямо в психотерапию, психоанализ. С другой стороны, это очень просто. То есть, бессознательно такая женщина живет страхами, что ее мужчина может быть привлекателен для других женщин. И также бессознательно она начинает обесценивать его, прям прилипляя к нему кучу разных недостатков. Какой он козел вонючий. С ним ужасно плохо. Безусловно, когда она сформировала в своих глазах вот это вот чучело, в ее представлении, может быть абсолютно нормальный, прекрасный мужчина. Вот она это чучело сформировала. И бессознательно верит в то, что те недостатки, которые она у него выявила, и в которых она его обвиняет, замечают и другие женщины. Вот в таком случае ее психика успокаивается. Я, как одно из подтверждений, могу сказать следующее. Как показывают многочисленные психотерапевтические исследования и наблюдения, женщины чаще всего, встречаясь друг с другом, говорят о недостатках своих мужчин. О том, что там у них в семье происходит, какие конфликты. И да, есть женщины, которые говорят хорошо о своем мужчине. Но большая часть, общаясь друг с другом, обязательно расскажут, ой, блин, как он меня задолбал. Он такой, он сякой, и этакий, и такой. Для чего? Вот этот бессознательный страх конкурентного восприятия других самок заставляет женщину уничтожать мужчину наедине с ним. А потом еще обезопасить себя, рассказав о том, какой он ужасный другим девушкам.